Итак, о чем же налогоплательщик должен уведомлять российские налоговые органы? В соответствии со статьей 23 налогового кодекса, налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о следующем. Первое – это о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими лицами. Второе – это о своем участии в иностранных организациях. В случае, если доля такого участия превышает 10%. И также об учреждении иностранных структур без образования юридического лица. Рассмотрим более подробно данные виды уведомлений. Первое, что мы рассмотрим, это уведомление о КИК. Формы и порядок заполнения уже утверждены приказом ФНС. Реквизиты данного приказа вы видите на слайде. Уведомление о КИК предоставляется на ежегодной основе, в отличие от уведомлений об участии, в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором доля прибыли КИК подлежит учету контролирующего лица. Теперь переведем на русский язык. То есть, например, если иностранная организация была учреждена, например, на Кипре в начале 2015 года, прибыль, полученная такой организацией за 2015 год, будет подлежать учету у контролирующего лица в 2016 году. То есть, в соответствии с налоговым кодексом, будет считаться, что контролирующее лицо получило прибыль от иностранной организации за 2015 год 31 декабря 2016 года. И, соответственно, за 2015 год, то есть, за прибыль за 2015 год до 20 марта 2017 года, если в 2016 году лицо было контролирующим лицом, оно уведомляет российский налоговый орган. Такое уведомление подается в налоговый орган по месту жительства физического лица либо по месту нахождения, то бишь регистрации юридического лица по установленным формам. Можно представить как в бумажном виде, так и в электронной форме, но при этом, если подается в электронной форме, то там только с использованием ЭЦП. Да, и еще раз повторюсь, что уведомление о КИК будет подаваться на ежегодной основе, то есть, до тех пор, пока лицо будет признаваться контролирующим, оно должно на ежегодной основе до 20 марта текущего года подавать уведомление о КИК, в отличие от уведомления об участии. В этом году мы уже подавали уведомление о КИК для ряда клиентов. По практике можем сказать, что пока российские налоговые органы не знают, как с этим работать, они так же, как и мы сейчас, только изучают требования законодательства, а практика, по сути, начнет формироваться с 2018 года, когда начнется привлечение к налоговой и уголовной ответственности по КИК. И рассмотрим уведомление об участии. Уведомления об участии формы порядок его заполнения также были утверждены приказом ФНС. Реквизиты вы также видите на слайде. Уведомление подается не позднее трех месяцев с даты возникновения, изменения или прекращения доли участия в такой иностранной организации, либо с даты учреждения ликвидации иностранной структуры без образования юрлица. То есть уведомление подается только в том случае, когда есть для этого основание. То есть не на регулярной основе, а единоразово. То есть когда доля возникла, более 10% возникла в течение трех месяцев подается, либо в том случае, если доля изменилась, либо в том случае, если лицо прекращает владеть долей участия в такой иностранной организации либо иностранной структуре без образования юрлица. Такое уведомление также подается в налоговый орган по месту нахождения юридического лица, если оно владеет долей, либо по месту жительства физического лица, если участником, либо акционером является физическое лицо. Также данное уведомление может быть направлено на бумажном носителе, по почте, либо с помощью электронных средств связи, но уже с использованием АЦП. И мы подготовили для вас такой календарик со сроками подачи документов контролирующим лицом КИК в России на примере 2017 года. То есть до 20 марта 2017 года контролирующие лица, как физические, так и юридические лица, должны были подать уведомление АКИК за финансово-отчетный 2015 год. Юридические лица, контролирующие лица до 28 марта 2017 года должны были подать налоговую декларацию по налогу на прибыль с приложением финансовой отчетности аудиторского заключения, если это применимо в отношении данной иностранной организации. Контролирующие лица, физические лица до 30 апреля 2017 года должны были подать налоговую декларацию по НДФЛ за доход, полученный в 2016 году по форме 3НДФЛ, также с приложением финансовой отчетности и аудиторского заключения, если применимо. То есть если подготовка аудиторского заключения является обязательной, либо организация на добровольной основе выбрала подготовку аудиторского заключения. Теперь перейдем к рассмотрению потенциальной ответственности контролирующих лиц по КИК. Ее можно условно разделить на два вида. Это налоговая ответственность в соответствии с налоговым кодексом и уголовная ответственность в соответствии с уголовным кодексом. Налоговая ответственность для контролирующих лиц иностранных организаций предусмотрена за неуплату налогов с КИК и за непредставление документации по КИК либо представление недостоверной документации. Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налогов с физлица, с организацией, либо же неисполнение обязанностей налогового агента. Рассмотрим более подробно. Начнем с налоговой ответственности. Основным видом налоговой ответственности по КИК является неуплата налогов с прибыли КИК. Ответственность предусмотрена налоговым кодексом в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы, но не менее 100 тысяч рублей. И также, конечно, пени за несовременную плату. Здесь важно отметить, что налоговая ответственность начнет применяться только с налогового периода 2018 года. Если же в отношении контролирующего лица будет вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности за налоговые периоды 2015-2017 годов, то налоговая ответственность по данному основанию не будет применяться. Второй вид ответственности – это не представление уведомления о КИК, либо же представление уведомления о КИК, содержащего недостоверные сведения. Это штраф в размере 100 тысяч рублей в отношении каждой КИК, в отношении которой либо не представлено уведомление, либо представлено уведомление, содержащее недостоверные сведения. Следующий вид ответственности – это непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли КИК, финансовая отчетность, аудиторского заключения и иных документов, либо же также представление документов с недостоверными сведениями. Штраф также в 100 тысяч рублей. Непредставление уведомления об участии в иностранных организациях или иностранных структурах – 50 тысяч рублей. И последний вид ответственности по законодательству КИК – это непредставление сведений об участниках иностранной организации, либо иностранной структуры, владеющей недвижимым имуществом в Российской Федерации, 100% от суммы налога на имущество организации, исчисленного в отношении объекта недвижимого имущества. По первому виду налоговой ответственности, который самый ощутимый для налогоплательщиков, это неуплата налогов с прибыли КИК. Хотела уточнить, что штраф в размере 20% берется от неуплаченной суммы налога, а не от всей прибыли. Клиенты иногда просят уточнить. Что касается уголовной ответственности по КИК, то, как я уже говорила, здесь три основных основания привлечения к уголовной ответственности. КИК, за уклонение от уплаты налогов с физлица, с организации, а также за неисполнение обязанностей налогового агента в крупном и особо крупном размере. Более подробно можно посмотреть соответствующие статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации. Здесь также важно отметить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 3 ФСЗ, номер 376 ФСЗ, то есть основной закон о КИК, за деяние, связанное с неуплатой либо неполной уплатой сумм налога в результате не включения в налоговую базу контролирующего лица в 2016 и в 2017 годах прибыли КИК, Уголовная ответственность не наступает, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был возмещен в полном объеме. Это важно иметь в виду, что привлечение к уголовной ответственности по КИК начнется только с налогового периода 2018 года. Ну и также здесь, конечно, нужно иметь в виду, что обязанность платить налоги в отношении КИК также возникла только с налогового периода 2015 года, поскольку закон о КИК вступил в силу у нас с 1 января 2015 года, закон не имеет обратную силу, поэтому обязанность платить налоги возникла только с налогового периода 2015 года.